Один только вариант остался. Мирный митинг. Сейчас мы с ним соберемся, пойдем в сторону Амбуды и будем требовать у президента одновления проекта. Мы будем делать мирный митинг! Сегодня 26 ноября 2022 года. В день инаугурации Токаева в Астане был митинг и шествие. Все закончилось задержаниями протестующих. Сейчас все телефоны задержанных отключены. Да и интернет в Астане отключен. Власти боятся народных возмущений. Посмотрите и послушайте этот короткий отрывок. Потом мы объясним, с чего все началось. И оказывается, меня опять обмакули. Сказали, что у них была идея такая, чтобы мы во время выборов молчали, не митинговали, просто замкнулись. Это было их задачно. И сейчас они меня довели до такого уровня. Это 33-летний бизнесмен Марат Абиев, уроженец Актобе. Выступление состоялось сегодня в Астане в клубе «Жара» возле цирка. В полном объеме выступление Марата Абиева после наших объяснений. После выступления Марата люди вышли на улицы и пошли с шествием в сторону резиденции Токаева. Абиева и его сторонников обманул сам Токаев. Попросил помолчать, посидеть тихо во время незаконного продления своих полномочий. Потом, как обычно, кинул. Марат Абиев и его сторонники развернули компанию в поддержку своего проекта «Генезис». Суть проекта в том, чтобы поднять сельское хозяйство и обеспечить работой граждан Казахстана. Сегодня, в день инаугурации Токаева, Марат Абиев и его сторонники решили выступить. Решили пойти на аккорду. Это было мирное шествие безоружных людей. В Астане при минус 30 люди вышли на улицы. Да, они хотели спросить у Токаева, когда он сдержит свои предвыборные обещания. Когда сдержит свое слово. Я хочу рассказать о нашем деле. Помните наш неудачный концерт, который не состоялся? Да. После этого концерта ко мне вышли представители президента и сказали, Марат, закрой все офисы, перестань выходить на суд, и с кем я разговариваю, и с кем я часть, вы продвините твой проект. Я не поверил, я закрыл все офисы, распустил всех людей, перестал платить зарплаты. Я не поверил, как наивный ребенок. И прошло 5 месяцев, ни письма, ни звонка, ничего. А потом, в начале октября, они звонили ко мне. И говорят, Марат, вы президент города? Президент, что город, ну, проект, это многое. Радуйся, я был в шоке, я был очень счастлив. Я собрал группу, помните, наверное, когда группу забирался? И оказывается, я опять отмахнул. Сказали, что у них была идея такая, чтобы мы во время выборов молчали, не митинговали, просто замкнулись. Это была их задача. И сейчас они меня довели до такого уровня, что у меня вариантов больше не остается. Мы собирали петиции. Мы три раза писали президенту. Мы собрали самую крупную петицию за всю историю Казахстана. Самую крупную. Мы что только не делали, старались. Наши ребята ходили по улицам, как торговые представители и у людей, вымаливали петиции. Мы открывали офисы. Я объездил весь Казахстан. Я встретился со всеми практически алифоминалистами. Что только мы не делали. Мы испробовали все варианты. Мы испробовали все варианты. Теперь вариант просто остался. Один только вариант остался. Мирный митинг. Сейчас мы здесь соберемся, пойдем в сторону Абурды и будем требовать у президента одобрения проекта. Мы будем делать мирный митинг. Да! Пожалуйста, ребята, одевайтесь здесь. Пожите работать.